Всем привет, вы Польный канал HardRosetInfo и в этом видео я расскажу вам как подключиться к камере ASVIS CTQ2C с вашего телефона Итак, для этого нам нужно зайти в любой ваш маркет, допустим у меня это Play Market, также вы можете сойти в App Store и вписать ASVIS ASVIS Теперь нажимаем поиск выбираем их приложение и просто нажимаем установить. Ждем несколько секунд пока приложение установится После чего мы можем нажать открыть Открываем мы должны зарегистрироваться, можем найти вход через систему Google, выбрать свой email Со всеми естественно соглашаемся и разрешаем Далее она просит нас выбрать язык выбираем удобные нам языки, например я выбираю русский и нажимаю сохранить, далее принимаем Включить вход в систему по отпечатку пальца не сейчас Теперь в правом верхнем углу мы можем нажать на плюсик, нажимаем и нажимаем добавить устройство выбираем камеры Разрешаем при использовании приложения и оно сразу же открывает сканер QR-кода для того, чтобы просканировать для того, чтобы просканировать QR-код на задней части нашей камеры Итак, я уже просканировал, как видите, случайно оно уже автоматически нашло нашу камеру то есть вот он у нас находится просто можем перевернуть нашу камеру теперь же на телефоне мы можем выбрать питание устройства включено а да, в данный момент да нажимаем вперед для выполнения настройки конфигурации да кстати, чтобы подключить камеру первый вопрос должен по сути подключить проводом, который идет в комплекте для настройки конфигурации устройства необходимо хороший сигнал Wi-Fi в месте установки устройства предпочтительно рядом с маршрутизатором и правильный пароль Wi-Fi включить устройство и прослушать голосовую подсказку при активации устройства это я уже прослушал, правда я не понял, что он сказал но да ладно рекомендуется располагать телефон устройства и маршрутизатор близко друг к другу в прямой видимости чтобы увеличить процент успешных попыток так, маршрутизатор у меня его по-моему нет но я думаю это пока не очень важно нажимаем запуск дать разрешение, да, даем при использовании приложения теперь инициализация устройства подключите устройство к сети питания и дождите его полного запуска у меня устройство уже запущено и индикатор да, маркает сильным светом значит мы ставим здесь галочку и нажимаем вперед далее снова включаем геолокацию раз оно просит возвращаемся а далее оно просит нас ввести сеть Wi-Fi и ввести пароль от сети Wi-Fi выбираем сеть, к которой собственно я подключен это у нас HR Wi-Fi вот он и должны теперь ввести пароль буквально секунду я введу пароль и теперь когда я ввел пароль я спокойно просто нажимаю вперед подключите что так окей, теперь я должен подключиться к Wi-Fi with Wizz по всей видимости нажимаем подключение подключить с точки доступа хорошо, название и местоположение устройства во время подключения устройства ему можно присвоить имя и местоположение подключение устройства я даже испугался мы можем выбрать имя устройства я думаю его не менять а можем просто так и оставить использовать другое имя именно место я думаю в принципе можем выбрать место например офис нажимаем сохранить Главное что по нашему и так замечательно вот у нас включилась камера мы можем видеть изображение с данной камеры с небольшой задержкой правда вот допустим я повернул видите спустя какое время а нет тут задержки практически нет просто она прогружалась окей QR-код устройства можем посмотреть точнее не посмотреть а сохранить сохранено в альбом то есть оно теперь у нас видимо будет в галерее мне кажется секундочку да у нас теперь в галерее есть QR-код а также мы можем изменить настройки устройства аудио включено выключено по умолчанию время устройства часовой пояс 10 формата даты но бесплатная пробная версия ладно но я думаю об этом мы поговорим еще позже а на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии всем всего хорошего и и и и н и и и и и и и